Житевые ситуации, из которых складано самостоятельно найти выезды. Сегодня старшиня Гомельского облаконка Магина Целовей выслухал звороты жихара у региона. Узнятые о питании тышились о самых разных сферах. Уликуя инших учали просьбы допомогши в вращении жильевых питаний, вырешить проблему с прокладкой коммуникации, зарегистровать нерухомость. Марина Джалая с подробностями. Ситуация подобная на замкнённое коло, и чтобы их разобраться, у своих сил и опыта недостатково. А так, назовём первые инстанции, где помочь не могут, не копая администрационных ресурсов. Те, например, законодательство изменилось, и сегодня немогчимо вырешить то, что еще вчера можно было с легкостью. Со своей складанной житевой задачей до Геннадия Целовя пришли муж и жёнка Патылкины. После смерти Свояшки ему спарщину достався дом с участком. Причем нерухомость не была в свой час зарегистрованная, и заразь её складано скористаться. Старшиня Аблвы Конкама доручил за два тыдня разобраться с проблемой. Мы не можем уже четыре года, прошли все инстанции, никак оформить. Попали к губернатору на приём, в присутствии его мы всё рассказали, он нас заверил, что всё сделаем и всё будет в порядке. У наперши погляд тупиковую ситуацию трапили и жихары микрорайона Костюковка. На новой улице, которая будет складаться с 12 домов, нема коммуникаций. Проблема у тем, что её ширыня не дозволяя прокласть их у отповедности с законодавством. Проект просто не пройдет экспертизу в Минске. В 2016 году нам были выданы земельные участки под строительство частного дома. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких коммуникаций, в том числе и свет. Поэтому хотели поднять вопрос. Варианты выездя всё же таки знайшлися. На обмеркованиях этого питания Кенец Соловей выделил так само 14 дней. Соберется совещание с участием всех заинтересованных. И если не будет проблем со стороны работников МЧС, то я думаю, что дом будет зарегистрирован. Но уже вторая часть вопроса, перевод его в нежилую, я сейчас не готов обсуждать. Из-за чего вообще возникло? Можно в двух словах? В связи с тем, что дом не зарегистрирован. К сожалению, это достаточно частая ситуация, которая складывается в первую очередь в сельских населенных пунктах. Хотя и в нашем городе таких строений недостаточно. Усягое подчас особистого приема и прямой телефонной линии для Геннадия Соловья завернулись 16 человек. Усе питания, на которые немогчимо было отказать на место, взятые на контроль. Решения по их будут приняты в самый ближайший час. Марина Джала, Юген Макенко, телерадио компания «Гомель».